Место, куда мы с вами отправимся, находится за 700 километров от столицы Украины. Поэтому из Киева 12 часов мы едем поездом, чтобы наконец вступить на Карпатскую землю. 7 групп в течение лета проедут этим маршрутом. В зависимости от погоды их встретят в Сколы или в Славске. Вот так или так. Дабы облегчить первые минуты начинающих туристов, им подадут транспорт, лошадиные упряжки. Чтобы подчеркнуть праздничность момента, дадут воздушный шарик в руку и можно отправляться в путь, в горы. Но всмотритесь в эти лица, это спортсмены, и они не собираются стартовать на подводах, они будут бежать. И это несмотря на исключительно раннее время, 6 часов 15 минут и расстояние в 12 километров. Но, преодолев 4 километра, никто из них уже не возражал от предложения присоединиться к едущим. Вот и заповедная зона. Сколовские бескиды. Дикая природа. Остановимся у минерального источника. Здесь просто со скалы течет лечебная вода нафтуса. Красавица горная река Каменка. И дальше в путь. А вот и наша туристическая станция. Луг со всех сторон окруженный горами. Лес, горная река, водопад. Это одно из красивейших мест в Карпатах. Видите, нас уже ждут. Горячий чай и бутерброд. И поспешим на экскурсию. Здесь живая вода. По мостику пройдем к источнику, который тоже течет со скалы. Фото на память. Шум горной реки. Огромные каменные глыбы. Отвесные стены. Деревья. Ровные, как натянутая струна. Создают незабываемое впечатление. Через 600 метров дороги вверх взору открывается большой луг. Здесь неожиданно тихо. Шума горной реки совсем не слышно. Чудеса. Но пора на завтрак. Это наша столовая. Не удивляйтесь, этот завтрак предполагает придуманные препятствия. Выйти из зоны комфорта и не унывать при этом. Это тема первого дня. Также будет называться и библейские занятия в группах. Когда ты молод, тебе не вдомек, что мудрость постигается опытным путем. И чтобы уберечь себя от нелепых ошибок, надо, ребятки, вникать в советы, которые дает эта книга. Вы правы. Некоторые с этим не согласны. И напрасно. Солнце поднимается все выше. В горных реках греется вода. Скоро пойдем купаться. А пока поиграем. Вы, конечно, знаете, что на свежем воздухе весьма полезно побегать, попрыгать. Тем более в горах. Ты дышишь полной грудью. И вот она, естественная ингаляция легких. Сделаем паузу на обед. Подкрепимся. Отдохнем часок и купаться. Где они, наши джакузи? Где водопады? Красота! И не холодно им? Не скажи. Купаться мы любим. При хорошей погоде по два-три раза на день. Вот так. И так. А можно и так. Вы не плавали против течения? Хохма! Это как если бег на месте. Прикольно. Ну а если погода не очень, мы все равно играем. Или варим вареники, например. Наступает день, когда инструктажи усвоены. Можно отправляться в дорогу. Канатно-кресельная дорога – часть нашей программы. Меньшие дети поедут только на прогулку. А старшие группы останутся с ночевками на вершине горы. Больше двух тысяч метров над уровнем моря. Здесь взору открывается прекрасная перспектива. Эти впечатления останутся на всю жизнь. Как красиво! Любую с красотой не будем забывать о каше. Ах, смотрите, сколько здесь цветов. Правильно, сплетем веночек. Видите, как симпатичное. И фото на память. Нет, вы посмотрите, что делают другие. И придумают же. Игра игрой, но каша уже зовет. Отобедаем и в дорогу. Старшие идут провожать меньших домой. А сами будут обустраиваться на ночевку. Закаты, беседы у костра. Это останется лучшим памятным временем в жизни. На душе легко-легко. И небо так близко. Приблизилось утро. Кто-то спал в палатке, а кто-то решил спать под открытым небом у костра. И не страшно им? Эх, молодость! А в лагере уже готовится полоса препятствий. Это соревнование требует особой сноровки. И для победы надо приложить немало усилий. Видите, как это нелегко? Но не будем забывать, что любые добрые навыки могут пригодиться нам в жизни. Вот как этим ребятам, например. В день их отъезда в Киев дождь усилился. Вода стала подниматься, и вот в полоса препятствий в реальном времени. Тут уже другие переживания и тоже на всю жизнь. В этом году, как никогда вода трижды поднималась, и лагерь перебазировался на зимнюю базу в Славское. А сюда, на водопад в Каменку, съезжаются туристы, чтобы своими глазами увидеть вот это зрелище. Посмотрите для сравнения, какой был водопад и каким его делает наводнение. Пока идут дожди, мы находимся в Славском. Здесь тоже экскурсии, игры, зарядка по утрам. Жизнь продолжается. Немного поиграем. И опять готовимся в поход. Мы имеем на выбор десятка маршрутов. Например, это поход на водопад Шипот. А это восхождение на Пораску. А это гора со смешным названием Лопата. Иной скажет, и зачем им эти походы? Вдруг ты можешь встретить в дороге дождь, ветер. Никогда не знаешь, с чем столкнешься. А это, как назвать? Одни убытки. Эх, так и да. И все же, походы это так классно! Смотри, как радость и удовольствие отрывает их от земли. Ну чем не младые орлы? Тут уж кто во что гораст. Мы даже в лагере устраиваем походные посиделки у костра. Вареная картошка с маслом и сыром, запеченная в фольге. Или сырная булочка с молоком. А как вам это? Покушаем, попоем, поразмышляем и помолимся с благодарностью тому, кто сотворил небо и землю. Вот так и десять дней побегают. Со своими именинами, призами, подарками, очистительными слезами и обещаниями быть в жизни добрыми, незлобливыми. Себя беречь, других уважать и Бога не забывать. До свидания, наш палаточный городок на Фаворе. А слезы почему-то текут по щекам. Вроде бы все хорошо было, а они текут. Редактор субтитров А.Семкин